Минувшее воскресенье гордость российской армии и воздушно-десантные войска отметили 85 лет со дня образования. Днем рождения ВДВ считается 2 августа 1930 года. В этот день на учениях Московского военного округа под Воронежем впервые было десантировано на парашютах 12 человек. С этого времени и отмечается День ВДВ. О торжественном мероприятии, прошедшем в этот день в Славянске-на-Кубани, расскажут наши корреспонденты. В апреле этого года, года 70-летия победы советского народа в Великой Отечественной войне, накануне 9 мая в нашем городе был открыт памятник Василию Филипповичу Маргелову, герою Советского Союза, генералу армии, командующему воздушно-десантными войсками. Именно здесь 2 августа прошел торжественный митинг. С праздником всех присутствующих поздравил глава города Славянска-на-Кубани Александр Коновалов. В нашем городе, конечно, я вам благодарен, что вы являетесь примером для нашего молодого поколения, потому что, глядя на вас, я уверен, что и наши ребята, мальчишки, которые растут на примерах мужества, именно вас, и знаю, что герои, которые показывают в книгах, в фильмах, печатают в книгах, они не где-то, они рядом с нами, это вы, достойные, мужественные, выполнившие свой героический долг, отдавая должное Родине, защищая мир, покой и уют. На празднике присутствовал ветеран Великой Отечественной войны, участник Сталинградской битвы, почётный гражданин Славянска-на-Кубани и Славянского района Василий Васильевич Вертель. Он поздравил всех десантников с праздником и отметил, что воздушно-десантные войска вписали немало ярких страниц в историю вооружённых сил. Десантники всегда были на передовой в сражениях Великой Отечественной войны. Десантники, и кто сейчас защищает Родину, охраняет и будет охранять, их надо любить, уважать, это наши дети, это наши внуки, правнуки. Поэтому разрешите мне от всей души, как ветерану войны, я просто люблю десантников. Гляньте, душа радуется поздравить вас с этим большим, настоящим праздником воздушно-десантных войск. Отвага, постоянная боевая готовность, умение действовать нестандартно и решительно в любых ситуациях всегда были отличительными чертами голубых беретов. По собственному опыту знает председатель общественной организации ветеранов ВДВ Олег Шаров. Для меня этот праздник значит многое. Во-первых, я с третьего класса мечтал стать десантником. Когда посмотрел фильм «В зоне особого внимания», я спал и видел берет, тельняшку, все. Для меня ничего больше не существовало. Я только буду десантником больше никем, все. Поэтому для меня это было все. Главное, воздушно-десантные войска. Спорт и ВДВ, это всегда тоже, они должны быть рядом. Если ты занимался спортом, легче тебе будет, конечно, в воздушно-десантных войсках. Это те войска, которые физически развиты, ребята, подготовлены к этому. В завершении митинга воспитанники военно-патриотического клуба «Юный десантник» возложили гирлянду и корзину с цветами к памятнику герою Советского Союза Василия Маргелова. Воздушно-десантные войска. Крылатая пехота, голубые береты, какими только эпитетами не награждали гвардейцев-десантников. Но всегда, во все времена и при любых обстоятельствах неизменно оставалась сила, мужество и надежность людей, живущих по принципу «никто, кроме нас». Праздник воздушно-десантных войск продолжился на спортивной площадке в Северном парке. Расплескалась синева, расплескалась, по тельняшкам разлилась, по беретам. Даже сердце синева задерялась, разлилась своим заманчивым цветом. Надежда Неткочева, Александр Косицын, Константин Монастыренко. Программа «События».